Согласно статистической информации на 28 июля 2020 года по коронавирусной инфекции в Крымской Республике за последние сутки стационаров страны выздоровела и выписана с лабораторно подтвержденным и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 1091 пациент. Из них в городе Бишкек 329, в городе Ош 76, в Чуйской области 84, в Ошской области 85, в Таласской области 48, на Рынской области 67, в Иссыкульской области 137, в Джалабадской области 195 и в Баткенской области 70 пациентов. На 28 июля 2020 года по Республике зарегистрировано всего 545 новых случаев COVID-19. Из них лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 65. По регионам в городе Бишкек 9, в Чуйской области 12, в городе Ош 7, на Рынской области не зарегистрировано, в Иссыкульской области 1, в Таласской области 4, в Джалабадской области 18, в Баткенской области 9 и в Ошской области 5 случаев. Всего клинико-эпидемиологически подтвержденных новых случаев зарегистрировано 480. Из них в городе Бишкек 130, в Чуйской области 24, в городе Ош 26, на Рынской области 33, в Иссыкульской области 82, в Таласской области 26, в Джалабадской области 83, в Баткенской области 16 и в Ошской области 60. За весь период зарегистрировано 33 841 случаи. Из них лабораторно подтвержденных случаев всего 16 017 и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев 17 824. На стационарном лечении по республике всего находятся 10 227 пациентов. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 4428 пациентов и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 5799 пациентов. В разрезе регионов в городе Бишкек 4195, в городе Ош 611, в Чуйской области 1263, в Иссыкульской области 991, в Ошской области 1210, в Баткенской области 524, в Джалабадской области 839, в Таласской области 367 и на Рынской области 227 пациентов. К большому сожалению, за сутки от лабораторно подтвержденного диагноза COVID-19 зарегистрировано 5 летальных случаев и от клиника эпидемиологически подтвержденного диагноза COVID-19 зарегистрировано 23 случая смерти. Из них в городе Бишкек 10, в городе Ош 1, в Чуйской области 2, в Иссыкульской области 2, в Ошской области 1, в Баткенской области не зарегистрировано, в Джалабадской области 9, в Таласской области 1 и на Рынской области 2. Также среди общего числа новых случаев COVID-19 среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 8 новых случаев. Из них в городе Ош 3, в Ошской области 1, в Джалабадской области 3 и в Таласской области 1. Общее количество медицинских работников диагнозом COVID-19 составляет 2691 случаи, из которых за сутки с выздоровлением выписано 8 медицинских работников из стационаров, и из домашней самоизоляции с выздоровлением выписано 34 медицинских работника. Всего по республике выписано с выздоровлением 1520 медицинских работников. Также, пользуясь случаем, сегодня во время брифинга хотелось бы отметить, что в социальных сетях прошла информация о том, что руководителям Организации здравоохранения вынесен запрет о приеме гуманитарной помощи со стороны международных организаций, бизнесменов и также волонтеров. И, конечно, пользуясь моментом, хотелось бы отметить, что со стороны Министерства здравоохранения никаких официальных указаний, официальных приказов о запрещении приема гуманитарной помощи со стороны международных организаций, со стороны населения, со стороны бизнесменов, от волонтеров, не было издано таких указаний со стороны Министерства здравоохранения, не направлялись ни в один регион страны. И, конечно же, пользуясь случаем, хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем волонтерам, международным организациям, бизнесменам, предпринимателям и просто простым людям, которые с самого начала эпидемии в трудной для минуты страны оказывали быструю необходимую помощь всем нашим клиникам, врачам, системе здравоохранения, для того, чтобы мы все общими усилиями смогли победить и провести необходимое мероприятие для спасения жизни наших людей от коронавирусной инфекции.